Всем привет! Я Паша Бернштейн, экскурсовод по Израилю. И сегодня я хочу вам рассказать, как получилось так, что в одном ролике я рассказываю и о Элиэзере Бен-Иуде, и об Эфиопах. Будем разбираться, поехали! Будет неожиданно звучать, но мы находимся на улице Эфиопия 11. И она называется неспроста. Прямо за моей спиной находится одна из самых красивых церквей на территории Израиля. Православная Эфиопская церковь. Кстати, Эфиопия это одна из самых старых христианских стран. И это одна из самых древних конфликций христиан. Как Эфиопы оказались в Иерусалиме? Как вообще Эфиопы связаны с этой землей? Тут сразу несколько историй. Одна из них идет и берет свои корни в Танасии в Верховном Завете. В Верховном Завете описано, что царь Соломон 3000 лет назад, как мудрый правитель, поражал своей мудростью настолько, как многие правители хотели лично приехать и проверить и убедиться в том, что он действительно настолько мудрый. Одной из таких гостей была царица Савская. Я думаю, что она все время обижается, когда ее европейские художники изображали белокожей. Она была царицей Эфиопии. И она, убедившись в его мудрости, была очень рада. Это танохическая история. Эфиопские священные тексты эту историю продолжают. И говорят о том, что они стали парой. У них родился сын, которого назвали Минилик. И акцент с довольно-таки большой еврейской общиной отправился в Эфиопии. На сегодняшний день еврейский мир, в том числе и религиозный еврейский мир, понятия не имеет, что произошло в 2500 лет назад с Ковчегом Завета и со скрижанами Завета, которые находились в Первом Иерусалимском храме. Единственное, кто точно знает, где находится Ковчег Завета, это Эфиопия. И практически каждый, с кем я общался, утверждают, что в конкретном городе, в конкретной церкви, переходят в конкретное помещение. И что священник, который назначается быть хранителем этого места, получается от этого назначения пожизненно. Но близко к этому месту ходить нельзя, так же, как к Ковчегу Завета по описаниям тона. Вот отсюда эфиопы-евреи, которые сохранили свою еврейскую идентичность, пронеся ее через 3000 лет, не имея связи с другим оставшимся еврейским миром, но, естественно, и еще и по-христианинам. Лидер Эфиопии Хайлия Солосия был очень большим другом евреев, очень большим другом Израиля. Он бывал здесь, в Иерусалиме. Он сам себя называл львом. Его символом был лев, а лев это еще и герб Иерусалима. И здесь, в центре Иерусалима, есть несколько зданий, которые принадлежат Эфиопской православной церкви. Кстати, интересная восьмигранная церковь. А прямо напротив церкви, я вам покажу, находится не очень приметное здание, но очень важное здание. В этом здании несколько лет прожил человек, которому мы с вами обязаны языку иврит. Язык иврит это вот благодаря ему. Элиезер Бенюда. Человек, который приехал сюда в 1881 году. Человек, который вынашивал идею возрождения языка иврит. Так как иврит был языком молитвы за тысячи лет. И совсем немногие евреи на нем говорили. Многие, приезжая сюда, сталкивались с дилеммой, что у них нет общего языка поговорить. Кто-то на идише, кто-то на русском, кто-то на ладдином. И он выпускал три ивритские газеты. Он, в общем-то, даже радикально продвигал иврит в массы. Жене запрещал разговаривать на русском языке с ребенком. Их ребенок был первым за две тысячи лет ивритноязычным ребенком, который родился с родным языком иврит. В честь Элиезера Бенюды названа улицей в каждом, наверное, городе Идраиля. И, в общем-то, эта идея, с которой его не все поддерживали, считая радикальным фанатиком, эта идея стала притворяться в жизнь. Стала общенациональной идеей. И сегодня иврит – главный государственный язык страны. Идиш стал второстепенным, хотя бы основным разговорным языком европейского и евриста. Подписывайся на канал, нажимай колокольчик, чтобы быть в курсе событий. Ставь лайк, мне будет очень приятно. Мой на Facebook и Instagram внизу где-то там. И между нами стоит посмотреть предыдущие ролики. Пока!